Сегодня о своих возможных соперников в Лиге Европы узнали два российских клуба Краснодар и Спартак в Швейцарии. Состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда европейского турнира. Итак, Краснодар встретится с победителем пары Харц и Биркеркара. Накануне команду провели первый поединок двух матчей в Ассерии. Завершился он в ничью 0-0. Российским поклонникам футбола, ну скорее всего на слух, больше знаком шотландский клуб Харц. Это команда из Эдинбурга, столица Шотландии. А вот название Биркеркара носит крошечный городок Мальты. Там находится и одноименный футбольный клуб. В общем, намного больше о потенциальных евросоперниках краснодарцев знает Владимир Черкашин. Начнем с клуба, чья история насчитывает 142 года. Харц или Харт оф Медлотиан был назван в честь литературного произведения Вальтера Скотта «Эдинбургская темница». За долгие годы жизни сердца четырежды становились чемпионом страны. Два раза в 19 веке и два в 20. Последняя победа в национальном чемпионате была оформлена Харцем в 1960 году. В 2004-м сердца, казалось бы, забили с новой силой. Клуб стал собственностью литовского бизнесмена Владимира Романова. У команды появились деньги, качественные игроки, но не появилось золото шотландского чемпионата. Единственный большой успех в новейшей истории – победа в кубке страны в 2012 году. Неплохо провел коллектив и прошлый сезон. Третье место в премьер-лиге и заслуженная путевка в Лигу Европы. В первом квалификационном раунде пройден эстонский инфонет с общим счетом 6-3. Особо стоит отметить в тех встречах бразильца Росси Игора. Состав команды наполовину состоит из шотландцев и игроков из-за рубежа. Бельгийцы, турки, португальцы. Есть даже граждане США и Канады. И, конечно, нельзя не сказать о главном тренере. Уже третий сезон у руля 36-летний Робби Нильсон. Он воспитанник клуба. Второй претендент на игру с Краснодаром – Виркиркара. Команда мало кому в России знакома. Она частенько участвует в Еврокубках, однако останавливается, как правило, на ранних стадиях. Основат клуб в 1950 году. Четыре раза он становился чемпионом страны, пять раз выигрывал Кубок Мальты и семь раз становился обладателем национального суперкубка. В прошлом году коллектив хорватского специалиста Дражина Бесика в Старом Свете прогремел. Лишь в серии пенальти мальтийцы уступили английскому Вестхэму во втором раунде квалификации Лиги Европы. В этом розыгрыше турнира уже обыгран боснийский Широкий Бриек с общим счетом 3-1. Владимир Черкашин, Кубань, 24.